И снова здравствуйте! Мы продолжаем наш цикл ежедневных зарядок гимнастик-разминок. Если вы сегодня впервые открыли это видео, потому что оно вам просто выпало в рекомендации, значит, скорее всего, вы хотите размяться. Это вам удастся сделать в первые 20 минут тренировки. А вот дальше мы уже будем проходить более сложную тему, потому что сейчас, в данном моменте нашего цикла, наши тренировки составляют 45 минут. А если вы совсем-совсем новичок и только-только начинаете, то будет достаточно и 20 минут для одного занятия. Меня зовут Катя. Скоро мы подружимся, и я стану вашим любимым маленьким тренером в телефоне. Если вы смотрите YouTube в телевизоре, то не таким уж и маленьким, а почти в полный рост. Сегодня делаем суставную гимнастику и проходим интеграции. Так, ну что? Тань, включай часы. Так, поехали. Итак, начинаем с кивка головой, а я сегодня решила, что я вам повторю позвоночный столб. И вообще, чем у нас что? Образованно. Итак, начнем прямо с шеи. Шейный отдел позвоночного столба состоит из семи шейных позвонков. Атлант и аксис – это первые два шейных позвонка. Вот атлант – это уникальный позвонок, он не имеет почти своего тела, у него такая большая дырка в нем, и в него втыкается аксис. Вот так и на этом штырьке просто крутится башка, грубо говоря. Но я боюсь излишних упрощений, поэтому не хочу вам создавать какого-то излишнего думания о том, что шея устроена. Очень просто, чтобы ознакомиться с полным строением позвоночного столба, можете, вот, если интересно, есть огромный документ, протокол, нет, документ, ну, да, документ Новосибирского государственного университета, нашего профессора. И можете взять его и прочесть о строении позвоночника. Очень интересно, очень интересный труд, так изящно написан, такие там слова подобраны, понятны, он длинный, он такой выразительный. Я думаю, что вам понравится про позвоночник. Ну, что делает наша шея? Шея делает кивок, мы его уже с вами поделали, поворот в сторону, наклон в сторону. Мы делаем проаттракцию, это смещение вперед и реаттракцию, это смещение назад. Делаем такое совокупное движение, как полукруг, допустим, движением головой по диагонали. Двигаем шею, все это мы делаем на каждой разминке. Шея замечательное устройство, она очень нам нужна. И о здоровье шеи нужно, конечно, заботиться, нужно делать разминки, регулярные головы, нужно укреплять мышцы, окружающие шею, потому что без этих мышц очень сложно будет нормально функционировать всему телу. Шея должна быть сильной. Если вы замечаете изменения в области шейного отдела позвоночника или вам уже дали заключение специалистов о том, что у вас имеются эти изменения, то нужно срочно начинать заниматься и тренировать мышцы, окружающие шейный отдел позвоночника. Я бы все-таки не рекомендовала, даже если вам кто-то рекомендовал ходить на какие-то лечебные процедуры, типа массажа, который изгоняет соли из ваших суставов, или какой-нибудь мега-классный специалист, который говорит, что я вам сейчас все поставлю на место, у вас и так все на месте. Также избегайте всяческих примочек, иголок. Вы знаете, наверное, исследование по иглоукалыванию, что даже если просто втыкать иголки в разные места, человеку становится легче, потому что вот такая процедура, у нее эффект плацебо очень ярко выражен, то есть настолько эффектная процедура, что человеку прямо на время помогает, ему кажется, что действительно эта методика целебная. То же самое с массажами и тейпированием, то есть банками. Это все, к сожалению, уже доказано, что не имеет лечебного эффекта, к сожалению, только поверхностное раздражение какое-то вызывает. Но если вам помогает, то хорошо, ладно, лишь бы проходило. Но знаете, что если будет какое-то возникнет серьезное изменение в шее, то все равно придется и заниматься, и пить препараты, к сожалению, придется. Но чтобы этого не допустить, чтобы профилактировать возникновение дегенеративных изменений в шейном отделе, вот, пожалуйста, делайте ежедневные гимнастики, и все у вас будет хорошо. А пока перемещаемся к нашим рукам, наши руки состоят из, у нас, кстати, и ноги также состоят. Хорошо, потяните к себе плечевые суставы, дальше плечевая кость. Вот плечевой сустав, вот к нему крепится ключица, вот здесь лопатка, здесь плечевой сустав, здесь плечевая кость, здесь плечо-лучевое сочленение, локоть называется этот сустав, локтевой или плечо-лучевой. Здесь плечевая и лучевые кости, здесь лучезапясный сустав, и здесь много всяких костей, вот тут фаланги пальцев, здесь куча всяких, я не буду их, конечно же, перечислять. Вот такие у нас интересные руки, ну, как и у всех животных в основном, нам они нужны, мы этими руками пользуемся. Если вы не пользуетесь руками, напишите об этом в комментариях, носом, вероятнее всего. Все равно большинство бытовых движений мы совершаем руками, что-то взять, что-то перенести, куда-то положить, поэтому руки нам очень нужны, они у нас крепятся. Так, руки у нас из жопы, поэтому крепятся они немножко не туда, куда я хотела сказать. Ну, в общем-то, крепятся они у нас к грудному уже отделу позвоночного столба, который в свою очередь состоит из 12 позвонков, они такие изящные, тонкие, у них большие отростки в стороны. Считается, что грудной отдел позвоночника довольно подвижный, но он не сам по себе, не каждый отдельный сегмент подвижный, они просто их много, позвонков, и они вместе, как змейка такая, чуть-чуть извиваются. Поэтому над подвижностью грудного отдела позвоночника все так стараются всегда работать, чтобы это не вызывало, чтобы мышцы окружающие, эту часть позвоночного столба всегда были такими в хорошем тонусе, все там стараются работать над осанкой, там родители отродясь, выпрямь спину, не горбись. Хотя, вот обсуждая горбись и не горбись, я вам уже рассказывала, что в грудном отделе у нас изгиб наружу, то есть кифоз, а в шее как раз изгиб внутрь, то есть лордоз. Поэтому все-таки горб должен быть, хоть и не ярко выраженный. Лопатки должны быть прижаты к ребрам, вот мы с вами сейчас делаем совокупные движения, которые разминают область окружающую лопатку, область окружающую грудной отдел позвоночника. Вот мы все это с вами сейчас специально разминаем во всех возможных движениях, повторяем их много раз специально, чтобы все мышцы включить в работу. Хорошо, еще сделаем 4, 3, 2, 1. Хорошо, здесь руки вверх, вниз. Что еще? А, ну еще грудная клетка включает в себя ребра, ключицы, лопатки, плечевые суставы, плечи, лучевая локтевая кости и кости запястья. Не хочу их перечислять. Сделайте вращение назад, побольше. Да, и в обратную сторону. Здравствуйте. Так, и правую руку вращайте вперед, левую назад. Что еще? А, ну считается, что отдел позвоночника подвижный. Да, он способен к наклону в сторону, к вращению, к сгибанию и разгибанию. Все эти движения мы с вами друг за другом и делаем. Поэтому сейчас начните как раз вращение туловища, старайтесь сильно, таз не задействовать. Ну, знаете, как-то в фитнесе все время любят какие-то ограничения, они существуют, но для 80-й тренировки их уже нет. Поэтому, конечно, когда мы с вами только начинали заниматься, то да, там надо было стараться, что-то таз куда-то не крутить. Сейчас уже спокойно можете крутить, что хотите делать. Так, и мы переходим к вращению корпуса, продолжаем мы сегодня с вами наш цикл. И давайте поговорим о поясничном отделе. То есть если, давайте повторим, в шейном отделе у нас 7 позвонков, и там лордоз. В грудном отделе 12 позвонков, там киф-кос, изгиб наружу. У нас есть еще поясница, в ней 5 позвонков, и у нее лордоз. Поэтому, когда вам какой-нибудь тренер, инструктор скажет, что у вас гипер какой-то там лордоз или еще что-то, какой-то диагноз вам попытается поставить, мы не ставим в ней какие диагнозы на тренировках. Это все цыганство. Вас просто хотят привлечь к персональному. Знаете, вообще чушь собачья, не нужно в это верить. Если у женщины нормально, что есть наклон таза, вперед, например, вообще у большинства людей, он и есть. Это никак не связано с болями в пояснице. У вас прекрасная осянка, ей просто нужна жизненная сила. Начнете заниматься, все у вас само поправится. Нет никаких специфических упражнений. Вам нужно это понять. Их нет. Есть огромное исследование, в котором было обосновано и доказано. То, что если человек просто регулярно занимается, занимается комплексно, занимается безопасно, размеренно, хорошо все посчитано, то у него есть улучшения во всех тех местах, которые привыкли тренировать каким-то специфическим упражнением. Не нужны они. Нужен просто регулярный тренинг, хороший сон, хорошее питание, высокого качества. Все, нужен нормальный образ жизни, такой, который нам биологически показан. Нет никакого здорового образа жизни. Есть нормальный образ жизни. Все остальное – это просто самоуничтожение. Если вы сидите целый день в офисе, вам нужно тренироваться каждый день и делать гимнастику. Вы это прекрасно знаете. Все, эта тема у нас закрыта. Никаких специфических упражнений не существует. Так вот, значит, в пояснице у нас лордоз, поясничные позвонки такие толстенькие, они такие, ну, такие щечки у них надутые, они такие, они держат практически всю вашу тушу. Вот, ну и они поэтому такие массивные. И они у нас упираются прямо в таз вот так входят, и там начинается крестец. Крестец – такой треугольник такой большой, уже сросшихся между собой позвонков. И там тоже где-то пять позвонков, но уже в таком возрастном возрасте там уже просто какая-то срощенная структура, которая сворачивается с тазом. Ну, таз, вот тазовые кости, знаете, да, вот эти, то, что нужно нащупывать, когда гребни таза. Надеюсь, что они у нас еще долго будут нащупываться. Вот, дальше таз у нас в таз, там еще копчик такой, три, четыре, может быть, пять небольших позвоночков есть в копчике. Ну, это так, хвостик такой загнутый. И у нас вот в этом крестцово-копчиковом отделе тоже кифоз. Все, еще раз повторяем, сверху шейный отдел позвоночного столба, семь позвонков таких изящных. Первый и второй, атлант и аксис, они вообще уникальные позвонки, у них другая форма, отличающаяся от всех остальных позвонков. Ну, как и у позвонков крестца и копчика. Дальше, у нас там семь позвонков и лордоз, изгиб внутрь, вот сюда, так, внутрь. Дальше у нас грудной отдел, не забываем, что грудной отдел окружен ребрами, ключицы у него есть, еще грудина вот здесь. Еще одна кость, еще лопатки. Вот, и 12 позвонков, они тоже такие утонченные, изящные. И в грудном отделе у нас кифоз, изгиб наружу. Дальше идет поясничный отдел позвоночного столба. Он соприкасается первым поясничным позвонком с 12-м грудным позвонком. И поясница, она такая более массивная. Она, позвонки такие, тела позвонков толстенькие, хорошенькие. Они хорошо сопротивляются нагрузке, они буквально вот созданы, чтобы вас удерживать. Вот они не такие подвижные, но их и меньше, в отличие от грудного отдела. Дальше у нас начинают кости таза, это сросшиеся между собой кости, они срастают в подростков возрасте. У девочек, потом, когда девочка беременеет, они там маленько шерстят. У девочек, в принципе, таз пошире, чем у мальчиков. Так, дальше, это мы поговорили. Дальше у нас крестец, крестец. Прирос у нас маленько к тазу. Состоит он из пяти сросшихся между собой позвонков и тоже имеет кифоз. Кифоз, в пояснице лордоз, изгиб внутрь к животу, а в крестце кифоз. И копчик, он продолжает кифоз крестца. Все, дальше у нас есть таз, ягодицы там, и мышцы, окружающие таз. К тазовой кости. Я их вам потом что-то перечислю, что-то я зря начала рассказывать, я забыла. Все кости, их не так много, но надо было потщательнее подготовиться. Да не надо было, нахер надо, господи, подготовилась вот так и нормально. Потом расскажу, у меня времени вообще, вагон. Так, про что я говорила? А, про таз. В него, значит, помещены вертолужную впадину, впадина под вертел. Тазобедренный сустав, который называется вертолужная, от слова вертел. Вот, и мы, значит, туда воткнули два тазобедренных сустава. Останьтесь здесь и раскачайте таз из стороны в сторону. И вот эти два тазобедренных сустава, они у нас, там такая шейка, такая тоненькая штучка. И там большой вертел, потом такая тоненькая штучка и малый вертел. Так, вращайте. Видите, очень хорошо, такой подвижный механизм, который двигает наши ноги. Очень хорошо двигается у нас все. Дальше идут бедренные кости две, они такие толстенькие, тоже хорошенькие. И коленный сустав. У нас коленный сустав образован бедренной костью, надколенником и берцовыми костями. Кости голени берцовые, малая и большая. Дальше у нас голеностопный. А, это коленный сустав, вот. Я, наверное, сказала. Дальше голеностопный сустав. Он тоже образован таранной костью. И берцовой костью. И, наверное, пяточной костью. Сейчас надо будет дома проверить. Не буду врать, сейчас не запоминайте. Вот это. В общем, там голеностопный сустав, он образован костями. Голени и стопы. Вот стопа тоже состоит из совокупности костей. Таких же почти. Ну, то есть, там, суть рук и ног, она практически одинаковая. Это двигатели чего-то. Поэтому в стопе тоже много костей. Это обеспечивает большую мобильность стопы. Сейчас она не нужна в современном мире. Раньше была нужна. Ну, поэтому старайтесь. Для поддержания здоровья стопы мы вот тоже с вами делаем упражнения. Раз в 10 тренировок тоже старайтесь их всегда делать. Или хотя бы не пропускать мои тренировки. Там тоже пяточная, таранная, кубовидные кости, плюсневые кости, фаланговые маленькие кости у пальчиков. То есть, много костей соединяются небольшими суставами, образуя стопу. Вот стопы, пальцы, стопы, вот там как-то стопа двигается. Всё. Вот и весь скелет. Ну, есть такая небольшая упрощённая схема. Ну, мне не нравится упрощение. Ну, ладно. Где принимается за первый кифоз у нас в теле. Это вот этот затылок. Это типа кифоз первый. Потом лордоз. Потом снова кифоз. В грудном отделе, потом в поясничном отделе лордоз. Потом крестцово-копщиковый отдел. Это кифоз. Снова лордоз у нас в коленном суставе. И снова кифоз, как пятка. Пяточка наша – это снова кифоз. Я ещё видела схему, где голень, выступающая назад, считается кифозом. Потом голеностопный сустав считается лордозом. И сама пяточка считается снова кифозом. Ну, концепции разные бывают. Нужно как-то подо что-то тренировки подогнать, чтобы их хорошо и понятно продавать. Поэтому это неплохая концепция. Она даже, наверное, имеет право на существование. Действительно, наше тело – это совокупность сгибателей и разгибателей. Как ни крути. Но в целом это не было секретом никогда. У нас действительно есть мышцы, которые сгибают сустав. Есть мышцы, которые разгибают сустав так или иначе. Или отводят его, или приводят его. Это не секрет. Никакой магии здесь нет. У большинства животных так. Про мышцы я вам ещё не рассказывала. Буду рассказывать в цикле силовом. Сейчас нам пока вообще только общие знания нужны. И я с вами ими делюсь. Мы тем временем заканчиваем суставную гимнастику. Я вам зачем все эти суставы перечисляю? Затем, чтобы вы понимали, что суставная гимнастика, она так называется, потому что она разминает каждый сустав. То есть наша задача составить гимнастику так, чтобы мы задействовали каждый долбанный сустав в работу. Всё вовлекалось, всё тело разминалось. Плюс ко всему у нас ещё каким-то образом должна быть выдержана интенсивность так, чтобы у человека чуть-чуть ещё поднимался пульс. Поэтому я вам рекомендую, даже если вы совсем-совсем новичок, всё равно делать гимнастики стоя. Не надо пытаться лежать бесконечно. Вставайте и двигайтесь. Вы и так лежите достаточно, пока спите. Поэтому даже если тяжело, даже если там какой-то избыточный вес, ещё что-то такое, соберитесь, встаньте. Особенно вот если совсем тяжело, зайдите ко мне на канал. У меня вот эти зарядки выходят каждый день. Зайдите в плейлист, который называется «Зарядка». И начните с самого начала. Я там делаю тренировки сидя, прям совсем лояльно. Так, хорошо. Дальше начинаем блок предварительного стретчинга. Вот. Вниз и вверх. Итак, мы разобрались в том, зачем нам нужны суставы. Суставы позволяют нам совершать движение. То есть если бы суставов не было, мы были бы такой статуэточкой. То есть мы бы выглядели по-прежнему как человечек, но он бы у нас не мог двигаться. Двигаемся мы за счёт скелетной мускулатуры и мозгов. У нас есть голова. В ней, предположительно, есть мозги. Но мне хотелось бы верить, что у меня хотя бы какой-то зачаточек там есть. Про долговатого какого-нибудь там мозга. Так, ещё раз. Ногу вперёд. И на этот раз руки вниз. И руки наверх. Да, сильно не надо. Чуть-чуть. Да. И, значит, у нас голова нам нужна, чтобы двигать вот это вот всё туловище. И если бы у нас суставов не было, а были только мышцы, мы бы не гнулись. То есть мы бы не могли двигаться. Мы бы двигались как старая куколка какая-нибудь. Нет, вообще бы мы не двигались. Просто как статуэточка бы стояли. Красиво вот как срослось, так бы стояли. Но это противоречит выживанию. Не смогли есть. У нас везде есть сустав, у нижней челюсти, например. Но что было бы, если бы у нас не было мышц? Вспоминаем мем про то, что «А, скелет! Зачем ты боишься скелета? Они ничего не могут, они очень слабые». Типа, ну если вы не знаете этот мем, обязательно найдите его в интернете. Типа, скелеты напали на чуваков в тренажёрном зале. И такие, типа, их пугают. Один самый большой качок говорит, что ты боишься? Ну, один орёт, а второй говорит, что ты боишься скелетов? Они же слабые. И начинает его бить, и скелет такой орёт, типа, не трогай меня, не трогай меня. То есть если бы у нас были, только кости были, и не было бы мышц, мы бы были очень слабые, да, мы бы могли теоретически двигаться, но нам бы было нечем себя двигать. Поэтому у нас ещё есть скелетная мускулатура, она так и называется. То есть это мышцы, которые помогают нам перемещаться в пространстве. Контролируются они тоже мозгами, но у нас есть и прямой импульс и обратный. То есть мы можем и почувствовать что-то мышцей, и передать сигнал в мозг, и можем наоборот, от мозга дать задание мышце. Ну всё, наверное, здесь достаточно, я надеюсь, что это понятно. И там ещё нам нужно поговорить про выстраивание нейтрального выравнивания. Что такое нейтральное выравнивание или нейтральное положение тела? В фитнесе нужно вот что-то было придумать, какой-то инструмент, который позволит быстро в рамках тренировки человека поставить удобно для тренировки. А что такое удобно для тренировки? Чтобы избежать травматизма повышенного, чтобы сделать движения симметричными, чтобы сделать движения доступными, чтобы убрать отпечатки работы, то есть привести тело к такому наиболее похожему на анатомически верное положение, стоя, лёжа, лёжа на боку, лёжа на животе. Вот было придумано такое понятие, которое называется нейтральное выравнивание. И мы его стали использовать везде, как исходное положение тела в пространстве. Вот у нас исходное положение тела, стоя, и я его ещё в упоре лёжа вам объясняла, но он точно такой же, только горизонтальный. Поэтому сейчас мы закончим блок предварительного стретчинга и перейдём к выстраиванию нейтрального выравнивания. Так, один. Хорошо, останьтесь здесь, колено в полвоздух. Да. Два. И один. Да, ещё раз. Нейтральное выравнивание нам нужно для того, чтобы было легче тренироваться, чтобы вы знали, вот это исходное положение тела. Оно такое, наиболее симметричное, оно безопасное, оно удобное для дыхания, оно корректное для понимания себя в пространстве центральной нервной системой, поэтому мы его выстраиваем. Но мы с вами в рамках этих тренировок ежедневных, мы не всегда его проговариваем, потому что я вам одно время очень-очень много раз его повторила, и мне кажется, что вы прям запомнили, как надо уже вставать, как что делать, поэтому я уже спокойно. Ну, а для новичков иногда всё-таки ещё повторяю. Хорошо. Здесь потянитесь. Ну, вроде вы даже стали более гибкими, я думаю, кто вот делает. Все гимнастики подряд, уверена, что вы достигли большого успеха. Соберите ноги и как раз разгибаем и сгибаем спину. Так что нейтральное выравнивание – это не то, вам не нужно по городу пытаться ходить, хотя раньше, конечно, это такую важность. В фитнесе любят, мы любим какой-то важности напустить этому процессу. Вам не обязательно ходить по городу так, вам не обязательно сидеть так. Вы можете сидеть как хотите, просто тренируйтесь достаточно, и всё будет хорошо у вас. Не думайте, что это надо делать каждый раз, просто в рамках тренировки. Ну что, прежде чем начать основную часть занятия, кстати, тот, кто пришёл впервые, всё, наверное, на этом вам нужно занятие закончить, потому что оно и так уже достаточно интенсивное, вы отлично поработали. Спасибо, я жду вас завтра, либо, пока вы пьёте там водичку, либо, что сделать правильно, ну и что нужно сделать? Нужно зайти ко мне на канал, обязательно подписаться и поставить колокол, там колокол есть. Я к вам буду приходить сама каждый день в 7 часов утра. Я буду приходить, рассказывать вам какие-то вот эти подробности из мира фитнеса, и мы будем заниматься каждый день. Но если вы хотите заниматься не в прямом эфире, а грамотно с самого начала этого цикла, то прямо для вас на моём канале прям есть рекомендованный плейлист, который называется «Зарядка», и там тренировки с 1 января каждый день, каждый день по чуть-чуть. Так что приходите, стремитесь нас, конечно, догнать, но не сильно торопитесь. И увидимся совсем скоро. Пишите там комментарии, свой прогресс, я буду на них, конечно же, отвечать. Так, всё, попили? Молодцы. Сложная тема – это интеграция и прогрессия, и мы продолжаем их повторять. Мне снова нужны наклоны. Делаем наклон. О, нейтральное положение тела-то, твою мать. Поставьте стопы под таз, большие пальцы направьте вперёд, средние пальцы направьте вперёд, мизинцы, почувствуйте, где они, арку стопы поднимите, пятки прижмите к полу, колени выпрямите, таз и равновесьте чуть-чуть, слегка напрягите мышцы живота, слегка напрягите мышцы ягодиц, расправьте плечи, опустите вниз, лопатки прижмите к спине, нижние ребра к животу, ключицы параллельно полу, подбородок параллельно полу, нос параллельно полу, взгляд прямо, большие пальцы рук направьте вперёд, остальные вниз. Всё хорошо, отсюда наклон. Так, мне снова нужен наклон. Сегодня я буду прогрессировать наклон по уменьшению площади поверхности опоры. Так, ногу на носочек, вот у нас наклончик случился, одна нога на носке. Два, ещё, три и четыре. Давайте второй наклон такой же, чуть менее устойчивый стал. Четыре, таз держим равновесным, три, руки внизу, два и один. Хорошо, делаем паузу внизу. Меняем ноги, опять же, шаг за шагом прогрессируем, не убираем предыдущий шаг. У нас одна нога на носке, вторая вся стоит. Мы работаем. Здесь пауза внизу. Три, два, один, подъём. Ещё. Три, два, один, подъём. Ещё. Три, два, один, подъём. Три, два, один. Поменяйте. Хорошо. Вторая. Три, два, один. Ещё. Три, два, один, подъём. Три, два, один, подъём. Ещё раз. Три, два, один. Хорошо. Теперь на три, два, один, на два будем делать тягу левой рукой сейчас. Правая нога на полу. Делаем. Три, два, один, подъём. Ещё раз. Три, два, один, наверх. Ещё. Три, два. Следующий шаг прогрессии у нас. Добавляю больше мышц в работу. Вторая нога. Три, два, хочу, чтобы больше мышц в работе. Три, два, один. Но не забываю про то, что я хочу себя дестабилизировать, то есть тренировать и баланс в этой прогрессии тоже. Так. Теперь я на первый и третий счёт добавлю тягу правой рукой. Стою на правой ноге. Левая стоит на носке. И я делаю первую правой, вторую левой, третью правой тягу. Три, два, один, подъём. Да. Один, два, три. Подъём. Ещё. Один, два, три. Ещё. Один, два, три. Второй. Один, два, три. Ещё. Да. Раз, два, три. И раз, два, три. Так. Теперь на второй счёт будем делать захлёст голени. Хочу, чтобы мы на второй счёт поднимали ногу, которая стояла на носке. Делали раз, два, три. Подъём. Попробуем. Всё остальное сохраняем. То есть мы шаги прогрессии делаем один за одним. Мы не убираем предыдущие, а добавляем к предыдущему какое-то усложнение. Итак, у нас было один, два на два. Хочу такое два, три. Пробуем. Один, два, три. Ещё. Один, два, три. Ещё. Один, два, три. Раз, два, три. Супер. Вторая нога. Раз, два, три. Хорошо. Ещё. Раз, два, три. Ещё. Раз, два, три. И ещё один. Раз, два, три. Следующим шагом хочу сделать и на раз, и на два движения ногой. Хочу, чтобы мы сделали так. Вот мы стояли в наклоне. Мы делали раз, два, три. А на этот раз я хочу, чтобы мы сделали так. Раз, два, три. И посмотрите ещё раз. Хочу, чтобы мы сделали так. Раз, два, три. Подъём. Хорошо? Так, давайте. Пробуем. Один, два, три. Встаём. Давайте ещё раз сделаем. Один, два, три. Ещё раз. Один, два, три. И ещё один. Не забывайте про движение рук. Хорошо. Вторая нога. Репетируем. Один, два, три. Если вам нужно больше времени на это, ничего страшного. Вы можете тратить столько времени, сколько необходимо. Ничего в этом нет. Просто повторяйте это медленно. Столько раз, сколько хотите. Вот мы тянем одну руку. Вторая у вас согнута. Затем вы меняете руки местами. Затем вы снова меняете руки местами. И поднимаетесь. То есть работайте в комфортном для себя темпе. Можете поставить видео на паузу. Повторить столько раз, сколько хотите. И у вас всё это получится. Один, два, три. Хорошо. Ещё парочку. Один, два, три. Если ещё нет уверенного выполнения наклона на одной ноге, тогда хорошо. А что мы делаем дальше? Теперь я хочу просто выпрямлять ногу, как наклон на одной ноге. То есть мы пришли к наклону на одной ноге через прогрессию наклона на двух ногах. Могли мы сделать... А, ну я сейчас расскажу. Итак, делаем сразу. Раз, два, три. Ещё. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. И ещё раз. Раз, два, три. Второе. К вам лицом сделаю. А то что я боку. Три, два, один. Три, два, один. Хорошо. Три, два, один. И ещё раз. Три, два, один. Запомните, пожалуйста, эту прогрессию. Нам надо. Хорошо. Могли ли мы прийти к наклону на одной ноге из другого движения? Да. Мы могли прийти из обычного баланса с согнутой ногой. Мы могли раскачивать ногу, потом делать паузы, делать паузы, увеличивать амплитуду и прийти к этому движению. Но мы начали из наклона на двух ногах. То есть всё было последовательно, всё логично. Здесь просто много способов. Дальше. Запомнили это? Учим второе движение. Учим второе движение. Второе движение у меня будет состоять из выпада назад. Поэтому я начинаю из минус второй прогрессии, из отрицательного роста. Делаю шаг назад. Назад. Ещё. Назад. И назад. Да. Постепенно начинаю увеличивать амплитуду. Оставляю ногу на носке и делаю подсетку. И говорю. Мы сейчас с вами будем делать выпады с чередованием ног. Так. Так. И один. Хорошо. Теперь делаем настоящие выпады. Руки на поясе. Делаем. Четыре. Ещё. Три. Ещё. Два. И один. Дальше. Мне нужна будет пауза в нижней точке. Раз. Два. Три. Наверх. Три. Два. Один. Наверх. Сделаем ещё. Три. Два. Один. Наверх. Три. Два. Один. Хорошо. Хочу, чтобы на второй счёт. Вот три. Два. Один. Или там один. Два. Три. На два мы разгибали обе ноги. Выглядит это. Выглядит это так. Один. Два. Три. Встать. Продолжаем. Один. Два. Три. Встать. Продолжаем. Раз. Два. Три. Встать. Когда я говорю встать, это четвёртый счёт в музыке. Если бы музыка играла, было бы вот так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Поделали. Я хочу добавить плоскости. Но мне не нравится работать только в сагитальной плоскости. Хочу сегодня добавить фронтальную плоскость к выпаду. Мы так ещё не делали. Но вас ждёт сегодня, я надеюсь, что-то интересное. На третий счёт. Раз. Два. Три. Назад. На третий счёт наклон нужно будет сделать от впереди стоящей ноги. Один. Два. Три. Подъём. Подольше будем делать. Один. Два. Три. Подъём. Ещё раз. Один. Два. Три. Подъём. Давайте сделаем ещё раз. Один. Выпрямили. Три. Подъём. Понятно? Ещё раз сделаем. Раз. Два. Три. Подъём. И ещё один. Чпуньк. 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 Хорошо. Но на второй-то счёт тоже хочется что-то сделать. Добавим туда горизонтальную плоскость. Добавим туда горизонтальную плоскость. Сделаем вращение к ноге, стоящей впереди. Получится так. Один. Два. Три. Встать. Давайте ещё раз. Один. Два. Три. Встать. Ну, ещё раз. Один. Два. Три. Отлично. Ну, нормально же? Нормально. Дальше. Что нам нужно? На первый счёт что-то надо. Ну, как-то не оставлять же. Не бросать этот первый бескозный счёт. Подниму руки вверх. Ну, так. Больше мышц в работе. И устойчивости меньше. Один. Два. Три. Встали. Один. Два. Три. Я заткнулась. Делайте сами в своём темпе. На меня не смотрите. Не смотрите. Вы подглядываете. Хорошо. Отлично. Заканчивайте. Супер. Ну что? Нам нужно это всё сложить. Попробуем. Вспомним первую часть нашего движения. Такая. Три. Два. Один. Вторая нога. Три. Два. Один. Ещё раз. Три. Два. Один. Подъём. Три. Два. Один. Подъём. Так. Если бы играла музыка. Считаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Вспоминаем вторую часть. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Вторая нога. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Восемь. Восемь. Сделаем друг за другом эти движения. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Один. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Один. Три. Пять. Шесть. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Хорошо? Получилось? Отлично. Запомнили. Дальше. Что-то надо куда-то на полу ползти. Я вам сегодня вообще надеюсь, что я вас сегодня поразительно удивлю. Так. Мне нужен баланс на одной ноге. Буду так делать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Вторая нога. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Получилось? Ну, по-вас хорошо это получается. Я буду делать так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Еще раз. Один. Три. И снимем. Пять. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо? Давай еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давай еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз. Стоим. Ну что? Сразу прицепим Т-планку. То есть мы сейчас ничего не прогрессируем. Мы просто зацепили за баланс, стоя на одной ноге, Т-планку. То есть у нас была третья прогрессия баланса на одной ноге. И мы цепляем Т-планку. Базовую, нулевую прогрессию. И потом ее будем дальше усложнять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стоим, 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 встаем. Вон. Все. Вторая нога. Стоим, 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 стоим. Пук, пук. Ну, чтобы вас сильно не томить, мы добавим там боковой подъем. Раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пук, пук, пук. Встали, встали. Давайте еще раз. Прум-пу-пум, пурум-пук, пум. Пурум-пу-пум, пук. Пук, пук, пук. Хочу красиво, чтобы было. Добавлю руку изящную. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пам, смотри. Пам, тык, тык. Вот такую руку добавил. Вытянулись, согнулись, подняли. Тын-тырын, тырын, тын. Пам, чпуньк. Чпуньк. Встали, встали. Запомнили или хотите еще поделать? Ладно, так и знала. Давайте поделаем еще раз. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пук, пук, дрынь. Дрынь. Встали, встали. И вторая. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пук, пук, дрынь. Дрынь. Встали, встали. Все. Все. Осталось это все совокупить, поженить, соединить, сложить. И сегодня вам нужно еще раз кинуть. Так, вспоминаем все движения. Первое. Пам-парам-парам-парам-парам-парам-пам-пам. Второе. Пам-парам-пурум-пурум-пурум-пум-пум. Хорошо живёт на свете Винни, пух, оттого поёт он эти песни вслух. И неважно, кем он станет, если он болит, не станет. А ведь он болеть не станет никогда. Да! Ладно. Запомнили или ещё раз нужно повторить? Конечно, надо. Фу, сорок пять минут прошло, а с вами вообще время незаметно летит. У меня занятие в четыре. Ладно, давайте повторим. Хорошо живёт на свете Винни, пух, оттого поёт он эти песни вслух. И неважно, кем он станет, если он болит, не станет. А ведь он болеть не станет никогда. Да! Пам-парам-парам-парам-парам-пам-пам. Пум-пурум-пурум-пурум-пурум. Пум-пум. Пам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-пам-парам-парам. О! Ну, как вы догадались, что мы сейчас сделаем? Вы не догадались. Если вы занимаетесь совсем недавно и у вас нет тренировочного опыта, то вы, скорее всего, даже не представляете, что творится в групповых программах. Почему они такие сложные? Почему люди так не любят этот фитнес? Вот почему. Ничего не понятно. Итак, мы сейчас это все разделим. Этот метод называется деление на три части или трипл кат, тройной разрез. Можно и на две части было разделить, но я вам покажу сегодня сразу на три. Сейчас нужно будет сделать каждой часть, они у нас парные, но это вы заметили, симметричные. А мы их сделаем несимметричные, то есть сделаем одну за одной с одной ноги, а потом одну за одной с другой ноги. Давай. Тяга, 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 ногу не меняй. Пуньк, пурубуньк, пурубуньк. Папам. Пуньк, пурубуньк, пурубуньк, пурубуньк. Ля-ля-ля. Та-та-та. Встали, встали. И то же самое с другой ноги. Раз, два, три. Ногу не меняй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Понятно? Прикольно получилось? Давайте попробуем еще раз. Один, два, три. Ногу не меняем. Один, два, три. Ногу не меняем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вторая. Один, два, три. Один, два, три. Ногу не меняем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здорово, правда? Ладно, мы закончили основную часть. Раз, затрите кисти. Угу. Ну что, мне показалось, что… Ну, короче, я очень стараюсь. Я очень стараюсь всегда. Я всегда так стараюсь, просто кошмар. Я каждый день стараюсь, боже мой. Короче, я думаю, что мне удалось вам объяснить. Надеюсь, что вам правда было понятно и правда было интересно. Если вы тренер, который внезапно сюда забрел, несмотря на то, что это тренировки для клиентов, может быть, у вас нет такого тренировочного опыта. И для вас вообще функциональный тренинг – это новое направление. Я надеюсь, что вам тоже стало понятно. Теперь лучше чуть-чуть. Вы поняли, как раскладывать эти долбанные занятия? И почему они состоят именно из таких частей? Я вас жду завтра. И завтра я попробую вам показать, а что вообще будет, если мы будем делать это без моих объяснений, без перерыва, просто под музыку. Нет, завтра, наверное, еще рано. Давайте завтра еще раз сделаем вот эти интеграции, вспомним все движения. Вот так. Наверное, так будет лучше. Хорошо. Давайте встречаемся завтра в это же время и повторяем все движения с какими-то базовыми прогрессиями и с базовыми интеграциями. Все, окей. Все. Ваш любименький тренер в телефоне. Давайте вам хорошего дня. Вкусенько поешьте. Если сейчас вечер, не ешьте, пожалуйста, все, уже ложитесь спать. Ложитесь спать, попейте что-нибудь. Попейте какую-нибудь воду. Все, пока.